Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать Второе соборное послание Святого Апостола Петра. И сегодня мы будем читать третью главу этого послания. Она начинается словами «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, преждереченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Вот здесь он обозначает как бы смысл написания и первого, и второго послания, чтобы возбудить в нас чистый смысл. Чистый – это без всяких человеческих примесей. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его, то есть где исполнение пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. «Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, то есть Словом Божьим, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Вот здесь апостол Петр отвечает тем ругателям, которые говорили, а когда же пришествие Божие, и почему он как бы медлит? Он говорит, мир-то сберегается для огня, тот мир, в котором мы живем. Он как бы восклицает, почему же Господь должен спешить со своими судами? Ведь долготерпение Божие ведет к покаянию, Бог не медлит, Он именно ожидает нашего раскаяния. И далее Петр пишет, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день». А что это значит? Если у Господа тысяча лет – это как один день, то Христос сказал о своем пришествии, когда? Позавчера. Позавчера. И в скорости оно осуществится, но будет сопровождаться страшными судами Армагеддона для нечестивых. Далее Петр развивает эту мысль. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И в Ветхом Завете сказано, Бог не хочет смерти грешника. И также сказано в Ветхом Завете, Бог не хочет смерти умирающему, а в Новом Завете сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Помните, когда однажды прокаженный, подойдя ко Христу, сказал ему, «Если хочешь, очисть меня!» Сказав это, он показал, что он знает, что он заслужил это наказание. И мир в современной, в своей религиозной части тоже должен выпрошать Христа, восклицая, «Если хочешь, очисть нас!» И что ответил Христос прокаженному? «Хочу, очисться!» Воле Божие есть освящение наше. Далее апостол Петр пишет, «Придет же день Господень, как тать ночью». Тать – это вор, а вор всегда приходит тогда, когда не ждут. «И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Здесь как будто описание ядерной реакции. Стихии, разгоревшись, разрушатся, происходит потом выброс колоссальной энергии, земля и все дела на ней сгорят. И какой вывод из всего этого делает Петр для себя и для нас? «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Здесь он как бы вразумляет нас и говорит, «Если вы так настойчиво ожидаете Дня Господня, если несете весть об Армагеддоне, несите и весть о спасении и сами очищайтесь, ибо если этот день придет, а он придет нежданно, как бы и вам самим не оказаться не готовыми». Но, говоря о конце этого второго мира в огне, он не оставляет людей без надежды на благо, ибо конец чего-либо является началом чего-либо. И здесь он восклицает, «Впрочем, по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда Божия». И давайте посмотрим, как эту новую землю, новое небо описывает там богослов. Это 21 глава Апокалипсиса с 1 стиха и ниже. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но как оказаться на этой новой земле, под новым небом? Как войти в небесный Иерусалим? Как пройти через это последнее огненное испытание? Эти вопросы волнуют нас. Далее апостол Петр рассуждает о тех сложностях, которые обнаруживаются в посланиях апостола Павла. Это означает, что второе послание Петра было написано уже после написания Павлом некоторых посланий. Надо сказать, что между апостолом Павлом и апостолом Петром были очень напряженные отношения. Во второй главе послания к Галатам апостол Павел пишет, что он противостал Петру, обличая его в лицемерие, что он поступает не прямо по истине Евангелия. А здесь Петр выговаривает Павлу, и мы читаем, как он это делает с любовью. Он пишет, «Итак, возлюбленные, ожидая сего, то есть нового неба, новой земли, почитесь явиться пред Ним, то есть пред Христом, неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Приступая к обличению посланий Павла, он называет Павла возлюбленным братом нашим. «Как он, то есть Павел, говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочее, Писание». Вот здесь Петр указывает, что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобо вразумительное, то есть то, что трудно понять. Но можно привести такой пример. В послании к римлянам апостол Павел пишет, «Потому что не слушатели закона, но исполнители закона оправданы будут». И чуть ниже он пишет, «Ибо делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». На самом деле то, что пишет Павел, это верно. Но понять это бывает трудно. Почему так протестанты любят послания Павла? Потому что, когда что-то труднопонимаемое, вот здесь можно со своей концепцией вылезти, предложить какое-то свое решение. и для нас здесь важно, что апостол Петр выделяет две группы людей, невежды и неутвержденные, которых собственные свои погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. То есть есть две категории лиц, для которых чтение Библии представляет некую опасность. Невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Кто такие невежды? Это, возможно, крещенные, но ненаученные люди. У нас таких очень много в нашей церкви. И это связано не только с инертностью пастырей, но с теми историческими обстоятельствами, когда русская церковь находилась под прессингом, подвергалась гонениям со стороны светских властей. И сейчас мы только приходим в себя. А кто такие неутвержденные? Церковь называется столповым утверждением истины. Это, скорее всего, и некрещенные, и ненаученные. Каждый из этих двух категорий лиц, общаясь с Писанием, общаются не со Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста, потому что один и тот же текст можно читать по-разному. И давайте вспомним, как к Иисусу Христу однажды подошел иудей и спросил, как спастись. И Христос очень по-еврейски на вопрос ответил вопросом, как читаешь? Вот отчего зависит твое спасение. Или ты читаешь Библию и следуешь вместе с отцами церкви, в церкви, с церковью, которая является столповым утверждением истины, или ты сам собою пытаешься разрешить эти пророчества, что в понимании Петра представляется совершенно невозможным. И далее он пишет «И так вы возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». И действительно у некоторых при чтении вот этих неудобно разумительных текстов у апостола Павла возникает такое впечатление, что как бы закон уже вообще не существует и не действует. Павел говорит, что Христос конец закона, имей в виду закон жертвенный, когда кровью агнцев, тельцов пытались умилостивить Бога. Но если бы Христос являлся и концом нравственного закона, он бы тогда являлся началом беззакония. А в Нагорной проповеди мы видим обратное. Христос ужесточает закон. Он делает его значительно строже. Он говорит, вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Вы слышали, что сказано, не убей, а я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата напрасно, уже человека, убийца. Христос делает закон строже, и он учит нас исполнять закон значительно строже, чем иудеи. В Нагорной проповеди он так и говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников-фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие. Конечно, у нас есть преимущество перед книжниками-фарисеями, если исполняя заповеди Божьи мы споткнемся, ошибемся, вот здесь кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но пережив Божье прощение, мы как бы слышим слова Христа «Прощаются тебе грехи твои, иди впредь не греши», как он говорил женщине, взятой в прелюбодеянии. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренной осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». Вот здесь апостол Петр указывает на жизнь Христа как на пример для нас. И действительно Бог становится человеком, чтобы в своем истинном человечестве научить нас истинной человеческой жизни. Нечто подобное он говорит и в первом своем послании, когда настаивает на том, что Христос оставил для нас пример, чтобы мы шли по стезям его. Итак, сегодня мы оканчиваем изучение второго соборного послания святого апостола Петра, группу его посланий первое и второе. Если будем живы, Господь позволит, потом мы будем изучать другие апостольские тексты с не меньшим интересом, вниманием и духовной радостью. Субтитры и субтитры субтитры и субтитры Продолжение следует...